Украина хоть и медленно, но освобождается от своего коммунистического прошлого. Об этом пишет Роман Гончаренко, журналист немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, в опубликованной 23 февраля статье «Прощай, улица Ленина». Автор рассказывает, как проходит процесс декоммунизации в Украине и сравнивает его с похожим процессом в Восточной Германии 90-х годов. После падения Берлинской стены декоммунизация Восточной Германии происходила достаточно быстро. Почти сразу были открыты архивы службы безопасности ГДР штази, переименовывались населенные пункты и улицы, демонтировались памятники советским вождям. Из списков почетных граждан вычеркивали политиков Восточной Германии и солдатов Советской Армии. Но масштабы декоммунизации в Германии существенно отличались от Украины, пишет Гончаренко. Никогда за последние десятилетия облик Украины не менялся так сильно, как сейчас. Населенные пункты и улицы, названия которых напоминают о временах коммунизма, переименовываются. Подобрать новые названия не всегда легко. Нечто подобное происходило и в бывшей Восточной Германии после воссоединения с Западной в 1990 году. Тогда, например, Карл Марксштадту, немецкому городу федеральной земли Саксония, вернули прежнее название Хемниц. Журналист Deutsche Welle пишет, что в понедельник, 22 февраля, в Украине истек срок, предусмотренный законом об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине, для смены Верховной Рады названий населенных пунктов. Исходя из перечня, разработанного Украинским институтом национальной памяти в общей сложности, нужно переименовать, думайся, более 900 городов и сел. Пока парламент успел утвердить новое название только для 150. Автор полагает, что процесс переименования может затянуться на длительное время. Сам же процесс декоммунизации происходит неравномерно. Если в западных регионах работа уже завершена, и иногда даже в 90-е годы это происходило, то, например, в Запорожской области, регионе, где сохранилось больше всего советских названий, процесс переименования только начинается. И все из-за безразличного отношения местного населения к этому процессу, пишет журналист Deutsche Welle. Проблемы возникли с поиском новых названий и для Кировограда в Днепропетровском, так как предложенное, соответственно, Ингульск и Днепр местное население не поддержало. Тем не менее, Роман Гончаренко отмечает успешность декоммунизации в Донецкой области, где город Артемовск был переименован в Бахмут, то есть ему вернули историческое название. Дзержинск переименовали в Торец, а Красный Лиман теперь просто называется Лиман. Журналист пишет, что переименование происходит с определенными сложностями. Поскольку многие не понимают целесообразности закона о декоммунизации, автор приводит слова украинского политолога Василия Стоякина. Расставание с советскими названиями болезненно переживают прежде всего люди старшего поколения и с пророссийскими взглядами в Восточной и Южной Украине. Многие не хотят никаких изменений, в том числе и потому, что выросли со старыми советскими названиями и связывают с ними хорошие воспоминания. Речь идет о попытке стереть большую часть истории Украины, где были как хорошие, так и плохие моменты. Известный немецкий историк Карл Шлегель в комментарии для Deutsche Welle отметил, «Декоммунизация или десоветизация – это нормальный процесс, через который прошли Польша, Восточная Германия, Чехословакия. Самое главное, чтобы решения не навязывались сверху. Переименование должно проходить в форме общественной дискуссии», – подчеркнул историк. Редактор субтитров А.Семкин